Всем здравствуйте! Хочу предоставить вашему вниманию еще одно свое приобретение, но это вынужденное приобретение. Я по своей собственной вине сломал 3D принтер, поэтому пришлось покупать к нему запчасти. Собственно, из запчастей именно для ремонта было немного, все остальное по большей части это модернизация. По моему собственному недосмотру у меня намотало пластик, весь хотенд был залит полностью пластиком, и поэтому при попытке его убрать я полностью повредил провода датчиков и сам термодатчик повредил, соответственно он у меня не работал. Я купил два одинаковых хотенда, это для моей модели, второй взял с запасом на всякий случай, чтобы был... Купил еще вот такой хотенд, это якобы улучшенная версия, но его надо будет придумать, как крепить на мой принтер. Пока я еще не думал об этом, просто посмотрел, ну естественно придумаю, как его прикрепить. Купил два комплекта пружин для калибровки стола. Родные пружинки очень слабенькие, стол приходится калибровать практически каждый раз, практически на каждую печать. Эти пружины гораздо прочнее, гораздо лучше, поэтому с ними калибровка будет занимать гораздо меньше времени, ну и не будет так быстро слетать калибровка. И купил новый экструдер металлический, родной, стоит пластиковый. Купил новый экструдер, он идет в комплекте с шаговым двигателем. Ну можно конечно и без двигателя купить, было просто сам хотенд, но я решил, что все-таки лучше поменять сразу и двигатель, и сам хотенд. Он полностью металлический, не будет изнашиваться, все ролики у него металлические. Ну износ конечно будет, но в гораздо меньшей степени, чем пластик. Собственно, соответственно, подача пластика будет гораздо ровнее, гораздо плавнее и лучше. Все изменения, то есть будут добавлять изделия печатные, которые сделают модернизацию еще лучше. Что случилось конкретно с принтером, я покажу в видео, когда буду менять запчасти. Ну там правда не видео, там фото всего лишь, но все равно покажу, что происходит, когда оставляешь принтер, во-первых, без присмотра, и во-вторых, нормально его не откалибруешь. Вот такие вот приобретения. Ссылки на все товары я дам в описании видео. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, смотрите сборки, смотрите обзоры. До свидания.